Друзья мои, всем доброго утра! Вы посмотрите, что у нас творится! Это же зима! Это же зима пришла! Посмотрите, все завалилось снегом! Это же... Я даже не знаю, как выразить свое удивление! Вчера еще в обед было все голое и лысое! А за вечер и ночью, посмотрите, сколько навалилось снегу! Это же вообще... Скоро Новый год! Так, ну ладно, все! Я зиму посмотрела, хватит! Лето хочу! Устала я уже от зимы! Насмотрелась я на снег, все! Хочу лето! Я сегодня проснулась в таком... Почему-то очень... Мне же хватит снег жрать! Пошли, я тебе потом водички дам! Пошли, пописываем! В таком настроении хорошем! Обычно с утра еле-еле встаешь, а сегодня прям не знаю, по какой причине! Проснулась и прям такое настроение у меня хорошее! Давай, обосцы мои, клумбы! Смотрите, как замело наш вход в коровник, дверь нашу! Прям целый сугроб намело! Не пролезть теперь! Придется лопату! Придется папе Стасу брать лопату! И откапывать нашу корову! У нас зимой иногда бывает аж до ручки, выше ручки заметает, если сильная метель! И такая, знаете, натаптывается! Натаптывается такой бугор, когда мы туда-сюда ходим! И получается, что ты как бы наверх поднимаешься, а потом вниз, как в катакомбы надо спускаться! Такая землянка получается из снега! У нас сюда, с этой стороны, ветер! И сюда прям наметает! И опять нас замело! Опять ромашку придется откапывать! Вот так! Вот тебе и зима пришла неожиданно, как всегда! Говорят, ветерка все растает! А сейчас, смотрите, я вон прям проваливаюсь! Иду! Ладно, Миша, пошли с тобой по дорожке пройдем! Знаете, я вам хотела сейчас рассказать про собак, вот про дворняжек! Мишка у нас дворняжка! Я уже говорила в прошлых роликах, что мы его маленьким подобрали на помойке малышом! И вот он у нас, ему три года, он у нас никогда не ходил на поводке, никогда мы с ним не гуляли, дом никогда не жил! Он жил сначала у нас в коровнике, благополучно разодрал там всю стену, потом на скорую руку кое-как сколотили, ему будку, и он переехал в будку, и жил на улице на цепи всегда! Ну, иногда мы с ним там в лес можем ходить, сходить, когда... И там, допустим, за грибами идем! Вот, и через три года, когда я притащила его в дом, я думала, что это будет просто капец! Думала, что он все там будет хулиганить, выть, скандалить! И для меня сначала было таким страшным ужасом! Как же мы будем держать его в доме? Я, в общем, морально себя готовила к тому, что это будет не очень легко! А оказалось, это очень просто! Он за один раз понял, что... как гулять на поводке! Он вот на поводке идет, и особо не тянет! Хотя мои балбесы, которые со мной прожили уже по 6-7 лет, и гуляли, и жили в Москве, и гуляли на поводке, и все! Они все руки вырвут, когда идут вперед! А он мне тут, вот он, я остановился, он стоит! Я иду потихонечку, и он так туда-сюда, туда-сюда! Насколько он умный! Он у меня ни разу не насикал в доме! Ни разу! Вот сколько он у нас уже сидит! Он просится на улицу! Он ничего там не съел, кроме своей собственной трубки! Ну так ему, конечно, скучновато, но больше он балдеет, лежит, спит! Вот! Просится на улицу, понимает, что надо выйти, войти! В общем, я удивлена умности и развитию, так сказать, собак! Я не хочу сказать, что остальные породы глупые! Нет, конечно! Но вот именно смекалистости и быстрорабучие, воплощаемости дворняжек, я прям поражаюсь всегда! Они всегда на шаг впереди породистых собак! Вот! Так что вот так! Они быстрее все схватывают! Так что вот так, вот что я думаю! У нас тут есть такая гора, в одном месте, наверх! И как зима, тут все года стоят фуры! Все года! Опять вереница! А этот улетел! А потому что они в гору не могут подняться! А этот съехал, смотрите! Ой! Яма попали! Да, улетел в этот, в канал съехал, снесло! Ну, теперь не знаю, что будет! Буксер будет ждать! Тягачом, да! Будет ждать тягач! Вот тут иногда бывает в эту гору, они прям друг за дружкой, 5-6 фур, как череп эти! Как муравьи в ряд! Выстроятся и буксуют, буксуют, наверх! Особенно ночью, да, вот, мы смотрим, видно, хорошо на аварийках! Вот так! Зима настала неожиданно! Выпускать коров или не выпускать? Я как всегда за, папа как всегда против! Я как всегда сейчас накосячу, а потом будут получать! Косячишь обязательно! Да! Ну, в общем, у нас тут навалило! Так, нормально! Да ладно, походят, погуляют! А что, снег, говорит? А потом, может быть, ловить! А что я их буду ловить? Они не уйдут никуда! Ой, вот так и живем! Побубнил, побубнил, за седом пошел! Девки, если вы сейчас дадите дёру, и мне придется вас ловить тут по всему поселку, ох я от папы получу! Ведите себя хорошо! Понятно? Обещаешь? Ромахи, пофигу! Был бы что пожрать! Ну ладно, сейчас попробуем! Субтитры подогнал «Симон»! Так, ребят, ну, в общем, сегодняшний день у нас подходит к концу, днём особо такого ничего интересного было снимать нечего, я в основном домашними делами занимаюсь, но вечером мы зарезали нашего хряка. Вот такая у нас получилась картина. Это вьетнамский хряк, возраст там почти два года ему было, пытались моего продать, никто его не купил, пришлось самим его резать. Вот, значит, шкуру мы специально полить не стали, поскольку нам в колбасных делах она неинтересна. Сейчас попробуем мясо, пойдем пожарим. Воняет, не воняет, но по запаху, так я нюхаю, не пахнет, он несколько месяцев девочек не видел, кастрировать такого взрослого я не умею, поэтому, в общем, было решено его резать не кастрированным, посмотрим, что будет. Ну, если будет запахом, сами съедим. Вот столько, короче, получилось с него. Вот такие полутуши, но вы не смотрите, что он не паленый, не шкуреный, так и должно быть, ибо времени у нас не было, нам все равно шкура не нужна, мы ее потом срежем. Вот так у нас получилось, надо будет, наверное, завтра завесить, что у нас тут с него выйдет. Много сала, смотрите, какой слой сала. Вот это вьетнамец, он у нас съел в основном комбикорм, последнее время для откорма, и овощи, ну, и что со стола было. Отсюда уже срезали шейку и ребры, сейчас мы пойдем их жарить. А вот на этой стороне все осталось. Хотелось бы, конечно, заснять все это так, знаете, красивенько-красивенько, но пока, в общем, снимаю как есть. Остается он у нас на этом месте, здесь холодно, это наш, в общем-то, гараж, здесь холодно, отопления нет, ночью примерно будет ноль, мясо должно обязательно остынуть и отвиснуть, иначе колбаса с него не получится. Вот тут вот у нас шеечка, кусочек остался. В общем, вот такие у нас сегодня дела. Так, еще разочек. Нога, нога. Вот такие у нас дела. Завтра будем с мясом ковыряться, и еще завтра отсниму обязательно, вот здесь вот потроха лежат, покажу, как почистить потроха свиной, ну, именно кишку, чтобы сделать оболочку для колбасы. В общем-то, я сама еще это не очень умею, но меня там насоветовали, я попробую, если все хорошо получится, обязательно завтра отсниму и покажу, как ее почистить. Вот. В общем, вот такие у нас, ребята, сегодня были дела. Вот так прошел сегодня наш день. Снег выпал, мишка получше, свинью зарезали, в общем, какой-то трэш каждый день творится. Бежим-бежим, как белки в колесе. Все, ребят, надеюсь, вам было все интересно. Все, и всем пока. Дегустация. Да я вас не буду, я мясо буду. Я хочу, чтобы вы мне сказали, есть привкус или нет привкуса. А, привкус ни при чем. Ну, или запах, или привкус. А запах пропал, кстати. В общем, пожарили мы часть. Сейчас мне дегустаторы скажут. Что его пробовать дать? Сало, но и сало. Сало, но и сало. Он может тебе дать? Да. У него со своим. ДПС сложишь с собой. Сань, ну попробуй. Ты так смотришь? А, ты не будешь. Ну, я сейчас что-нибудь выковарю, чуть-чуть попробую. Я не ем мясо жареное. Не сегодня. Время тебе надо шуцнуть. А, убрать? Куда? Причем к серебенке, к почке. А, в холодильник еще поставим. Я мясо жареное не ем. Я тоже ничего не чувствую. Я тоже ничего не чувствую. Вот у нас дегустатор сейчас скажет, главное. А, ковальчик? Ковальчик, ковальчик. Сладковато. Обалденно. Сладковато, понятно. И привкус дикого мяса. Обалденного. Ну, слава богу. Мы переживали, что он вонять будет. Потому что в прошлый раз хряка мы резали. Вонял. Нет, в прошлый раз он жил дольше. Он с детками жил. Ну, да, этот без девок уже без девок. Да, сидим. Думку кулакова пугачила. Боялись, что будет привкус. Ну, отлично. Вроде ничего. Вроде ничего. Да нет, нормально пахнет. Отлично. Ты там всегда говоришь, рекомендую. Кто, я? Ну, ты всегда там. Я говорю, рекомендую. А, да. Ой, девчонки вкусно. Рекомендую. Рекомендую. Вардан сегодня понюхал. Какую я забрал-то? Тоникую? Армавирская. Я не знаю, что забрал. Армавирская. Я не тоникую забрал. Армавирская. А. А он взял и пол сражелат. Гюль, мне Кирюха, давай по полбастону набраться. А, он Армавирская попробовал? Ну да. Но она копченая, конечно. Но она и так копченая. Армавирская дольше висит. Нет, нет, Армавирская дольше висит. Так, на тарелке. Чуть-чуть копченая. Ой, извините, пожалуйста. Ножу капец. Извините, пожалуйста. Ну вот. А я думал, что тарелки хорошо. Ладно, мясо попробовали. В общем, дегустаторы говорят, нет, мне надо тоже попробовать. Ваше здоровье. Подожди. Товарищи, тюрь. Дай мне какой-нибудь без жилки, чтобы попался. Вообще, я там делал вот тут где-то без жилки. Тебе надо было мне вырезку пожать. Вырезку вон, сейчас пожарим. Я сейчас не буду. Я попробую. Нет, я там мясо пожарим. Правда, вообще вкусно. И вообще не пахнет. Отлично. Весь хлебушек? Да. Очень вкусно. Ну, лучше не видеть, какая я мясо. Хлеб. Ну все, ребят, теперь точно всем пока. Хлеб дай говорить. Мяши вкусная. Прям, молодцы. Спасибо.